Здравствуйте, это тема дня в студии Андрей Слащев. Сегодня гость нашей студии, вновь избранный глава города Кунгура, Лариса Ёлтышева. Здравствуйте, Лариса Ильинична. Здравствуйте, Андрей Александрович. Прежде всего, хочу поздравить вас с назначением на эту высокую должность. Ну и, конечно, безусловно, 2015 год был непростым годом. Каким он запомнился для вас лично? Ну, событий в 2015 году было много у меня. Они были события обычного жителя города Кунгура. Это моя семья и мои дети касалось. Если смотреть по общественной жизни города, то при моем участии появилась детская площадка возле центральной городской больницы, возле стационара. Ну вот, наверное, это основная была моя заслуга. Лариса Ильинична, наверное, непростой вопрос и один из самых важных. Почему вы решили пойти на должность главы? Вас... И второй вопрос здесь же. Вас не смутило то, что во втором конкурсе участвовали два достаточно сильных кандидата, мужчины? Принять решение, подать заявку на участие в конкурсе главы было для меня очень сложно. Решение это очень непростое. Я родилась в городе Кунгури, я здесь выросла. Здесь создалась моя семья. Весь рабочий трудовой стаж у меня прошел в городе Кунгури. Здесь живут мои дети. Поэтому мне не безразлично судьба города Кунгура в целом. И когда ко мне обратились депутаты Кунгурской городской думы и предложили подать заявку, то, в принципе, я решила, что, наверное, есть такая возможность попробовать поучаствовать. Ну и, безусловно, оба кандидата, и Василий Иванович Толстой, который в последнее время работал заместителем главы, более чем достойный кандидат, и Николай Иванович Пилипчук, который тоже работал заместителем главы, достоин. Но депутаты Кунгурской городской думы сделали свой выбор. Ну, наверное, нести такой груз на женских плечах непросто. Наверняка для Вас изменится привычная жизнь. Вот что ожидаете от этих перемен? Ну, на сегодня я понимаю, какой груз я положила на свои плечи. Я понимаю, что весь город Кунгур смотрит, как я понесу этот груз. Безусловно, моя жизнь уже изменилась с 25-го числа. Я понимаю, что я буду работать 24 часа в сутки, а может быть и больше, если это будет необходимо. Ну и, безусловно, буду стараться оправдать доверие не только депутатов, но и тех жителей города Кунгура, которые меня поддерживали. Вот семья как отреагировала на Ваше решение? Муж меня поддерживает всегда, в любых моих начинаниях. Безусловно, очень переживал вообще за мой выбор и за принятие такого решения. Ну и переживал в момент избрания. На сегодняшний день семья моя меня поддерживает, дети уже достаточно взрослые, будут самостоятельными. В семье у Вас кто глава? В семье? У нас в семье две главы, смотря в каких вопросах. Понятно. Лариса Ильинична, в понедельник Вас вызывал к себе губернатор Пермского края Виктор Фёдорович Басаргин. Что, о чём Вы говорили? Какие напутствия, может быть, он Вам давал? Действительно, я в понедельник была в администрации губернатора Пермского края. Виктор Фёдорович в первую очередь поздравил меня с назначением на такой высокий пост, пожелал мне успехов, отметил, что город Кунгур является одной из основных территорий Пермского края, на которую они возлагают определённые свои надежды. В свою очередь Виктор Фёдорович пообещал поддерживать город Кунгур в начинаниях, пообещал поддержку в решении тех проблем, которые действительно касаются краевой поддержки. Ну и пожелал успехов в работе. Вы работаете в должности главы всего несколько дней. Какую самую первую задачу или, может быть, цель Вы ставите для себя? Что первое очередное Вы сейчас сделаете в первую очередь в городе? На сегодняшний день первоочередной задачей у нас является расселение четвёртого подъезда по адресу Турда 34. Все действия администрации и управления городского хозяйства направлены на сегодняшний день на выселение оттуда жильцов, предоставление им жилья и обеспечение безопасности жителям города Кунгура. Ну и обязательно должны организовать безаварийную работу коммунальных служб в новогодние праздники, чтобы жители Кунгура могли спокойно отдохнуть в праздники и быть спокойны за коммунальное хозяйство города. Сейчас мы прервёмся на короткую рекламу. А после мы узнаем, какие приоритеты в развитии города Кунгура видит новый глава. Это тема дня. Мы продолжаем разговор с главой города Кунгура Ларисой Ёлтушевой. Лариса Ильинична, какие перемены ждут город Кунгур в новом году? И вот Ваше видение на основные приоритеты развития нашего города на ближайшее время? Ну, я думаю, революции в городе Кунгуре не будет. Будет продолжено всё то, что начато при Романе Александровиче Кокширове. Это и строительство межшкольного стадиона на территории ФОКа, это и реконструкция ДК культуры машиностроителей с концертным залом на 300 мест, и капремонт хоккейной, замена хоккейной коробки на стадионе труд, футбольное поле. То есть все те основные моменты, которые были намечены ещё при Романе Александровиче, они все будут продолжены. На сегодняшний день уже проведён конкурс на заключение договора по проектно-смертной документации по улице Бачурина. Работа начинается по ремонту дороги. По Дворцу культуры мечта было много обращений жителей города Кунгура. Что-то будет изменение? Да, действительно, у нас Дворец культуры мечта на сегодняшний день это самая большая площадка, где проводятся основные мероприятия как города Кунгура, так и учреждений города Кунгура. Дворец культуры мечта у нас достаточно давно уже существует. Безусловно, необходим капитальный ремонт. Всеми кандидатами на конкурсе было озвучено, что необходимость приведения его в нормальное, в нормативное состояние есть. Поэтому будем в ближайшее время изыскивать средства и проводить ремонт этого учреждения. Ещё один вопрос, наверное, который затрагивает эту же тему. Вот прежним главой города Кунгура, как Шаровым, было много сделано для развития города Кунгура. Остались, конечно, те дела, которые он не успел доделать в связи с уходом в краевое правительство. Вот как эти дела? Вы будете заканчивать вот эти проекты? Я имею в виду тоже благоустройство города, тоже строительство детских садов, школ. Безусловно, я уже озвучила, что всё, что было начато при Романе Александровиче, будет продолжено. Обязательно будет построен межшкольный стадион. Но хочу сказать, что по строительству детских садов будем изыскивать средства. На посёлке Первомайском не успели построить детский сад. Будем изыскивать средства и продолжать строительство детского сада. А вот в плане туристического развития был задан хороший вектор, это и бренд, чайная столица Российской империи. Вот в этом направлении будет продолжена работа? В этом направлении тоже будет продолжена работа. Будет сохранён бренд, не местная ярмарка, фестиваль. Будет продолжена работа по Великий чайный путь. Планируется строительство чая-развесочной фабрики. Вся работа, которая была начата, она будет продолжена. Следующий вопрос, наверное, он будет интересен жителям города Кунгура. Вот в каком плане. Как вы планируете наладить диалог с жителями города Кунгура? Ну, сейчас руководство, в том числе и нашей страны, пользуется многими современными способами. Это и Twitter, в частности, у Дмитрия Анатольевича Медведева есть своя страничка в Twitter. Вы как планируете построить работу и вот именно ту обратную связь с жителями города Кунгура? Ну, по работе с жителями остаётся приём граждан главы администрации города Кунгура. Остаётся возможность обратиться через электронную почту на администрацию города Кунгура. Планирую организовать встречи с населением города Кунгура по микрорайонам, с курирующими замами и с коммунальными службами. Ну, наверное, это хорошая идея — создать свою страничку в соцсетях для общения с жителями. Для молодёжи, я думаю, это будет актуально. Ну и Лариса Лидинична, это, пожалуй, наверное, сегодня все вопросы, какие мы хотели вам задать. Сейчас у вас есть возможность обратиться к кунгурикам и сказать несколько слов. Уважаемые кунгурики, сегодня мы переживаем не самые лёгкие времена. Кризис не обошёл город Кунгур стороной. Почти, не почти, а каждую семью кризис затронул. Но тяжёлые времена, они всегда объединяют людей. Надеюсь на взаимопонимание, помощь и выручку кунгуриков. Объединившись все вместе, мы сможем сделать многое. Кунгурикам желаю от всей души сил, здоровья, терпения, оптимизма, ну и надежды на лучшее. Вместе у нас всё получится. Лариса Лидинична, со своей стороны я хочу ещё раз поздравить вас с этой должностью, пожелать вам сил, терпения в этой непростой работе. Ну и с наступающим вас Новым годом. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. До свидания.